Хорошо, так, давайте телефончики себе повыключаем, все эти девайсы, которые отвлекают нас от нашего внутреннего «я». Это все мы вот в этих штучках. Так, я эти штучки просто включаю, чтобы у нас была запись, потом мы могли прослушать еще раз. И поделиться с теми, кто хочет тоже эту тему решить для себя. Хорошо. Так. Вам там удобно? Как вас зовут? Ярослав. Ярослав? Все, скажем. Тоже Ярослав? Можете здесь посидеть? Да, я тоже Ярослав. Ну что? Я тоже Ярослав. Может вам здесь будет? А, ну если там можно часть каремата, то было бы здорово. Ну здесь, нет, там девушка сидит, а вот здесь можете сесть. Да нет, здесь, многие некуда. Ну и выбрасывай, если вперед. Вот пространство поближе было. Сколько подвлекать, поближе, ближе. Да, чтобы она когда постаралась, она говорит, у нас плотное кольцо не позволяет нам выходить из энергетического. Не деньги. А вам посидеть не деньги. На деньги, а, что вы будете? Все, друзья, давайте быстренько настроимся. Пару минут, да? Сейчас я попрошу вас. Сядьте ровненько, ровно спинкой. Да, да, глазки можно закрыть, спинка прямая. Ладошки кверху. Сколько мы будем работать с нашим внутренним состоянием, с нашими эмоциями, нам нужно успокоиться быть здесь и сейчас. Давайте сделаем медленный глубокий вдох через нос. Задержка дыхания в конце вдоха. Медленный выдох через нос. И продолжаем в этом сытание в своем собственном ритме. Медленный глубокий вдох. И вся концентрация на вдохе. Я ощущаю поток воздуха, проходящий вдоль меня, через меня. Я ощущаю свое тело. Слышу здесь Ярослав говорит что-то. Слышу птички, тенья птиц. Я здесь и сейчас. Ничто не беспокоит меня. Лучка лучшая птица. Соточись на своем внутреннем Я. Задайте вопрос, который вас больше всего беспокоит. Задайте тот вопрос, который вас больше всего беспокоит прямо сейчас. Прочувствуйте его. Отличаясь к своему внутреннему Я. Обратитесь с той обидой, которую вас больше беспокоит. Если бы глаз не закройте, то вам легче сосредоточиться на внутреннем Я. Потому что оно находится в районе сверху. Чувство. Это чувство. Если мы глаза не закрываем, тогда у нас просто ум включен. Ум нам в этом случае не очень большой помощник. Нам нужны чувства. Мы будем работать с чувствами, как научиться отпускать. Поскольку прощение – это свидетельство. Это свидетельство. И я продолжаю задавать вопрос своему внутреннему Я. И постарайтесь услышать ответ. Как-то он свой. Это может быть в виде картинки. В виде образа, который вы слышите. Возможно, обоняете, осязаете. Прискушайтесь к этому внутреннему Миру. Какой ответ приходит у вас. Постарайтесь его услышать. Возможно, увидеть, почувствовать. Обонять, соврать. И запомните. Вы будете в этом состоянии. Переосмыслите. Ваши вопросы, ваши ответы, если он пришел к вам. Ваше спокойное состояние. Здесь и сейчас. Ничто не беспокоит вас. Все хорошо и приятно. Когда вы будете готовы, можете открыть глаза. Когда вам удобно. Можно записать. Если есть какая-то мысль, запишите эту мысль. Пожалуйста, посиди нам надо. Сейчас мы что-то сделаем. Сейчас мы вкратце. Каждый бюджетник скажет, какая у него обида есть. Какая у него есть проблема, которую он не может отпустить. Которую ему нужно. Лепет гоу. Кто готов? Почему 20% людей, занимающихся бизнесом, умеют зарабатывать деньги, а я нет? Такой вопрос задали, да? Отлично сформулировать. Отлично, здорово. Почему я не умею, да? Кто у вас? У меня два. Отлично. Отлично, пожалуйста. Чтобы меня, чтобы простить. Первое, я не могу, как, с детства стало становиться обиденна. У меня вот есть. На кого? На маму. Окей. И трудно. И потом уже сейчас, есть вообще посторонние люди, которые мне обидали, и так, и тоже трудно бувало. Ну, смотри, у нас таки жильки, что ты. Женство и ерунда. Какая жизнь, я могу даже не обратить внимание. Если ребенка там что-то убедила, то это меня не задевает и трудно. То есть вы избавитесь. Что вас придется? Всех ситуаций. Не, не, одну ситуацию, одну. Просто на чем вы озвучиваете, тем самым будете лучше концентрироваться. Вы материализуете то, что сейчас вас беспокоит. Очень часто всплывает меня тоже обиды давала. Я никак не могу. Я не могу понять, почему. Или сейчас проблема со сном. То есть бесконец, я не могу уже не спать сутками. Я очень связала, умело связала то, что меня мама отдавала. Она работала частой. В колонии с ночами работала. Хотя те замкнутые органы. Хорошо, вы покруче что-то много всего хотели? Да. Суть дела, то есть вы обиделись на маму, да? Меня оставляли в яслях за два суточка. В год. Хорошо, я понял. Обида на маму. Замечательно. Что? Скажем так, неявная обида на бывшего мужа. Потому что то, что мне кажется, я простила уже все. Но все равно где-то что-то цепляет. Я не могу понять, что это. Но где-то что-то еще осталось. Угу. Сделайте поместку. Какие показатели... Вопрос, если я забуду раскрыть, чтобы вы меня спросили. Какие показатели того, что я отпустила обиды? Окей. Если я не раскрою, обязательно запишите. Хорошо. Окей. Вы? Обиды на родителей, обиды на мужа. В какой-то степени. На данный момент я этого не ощущаю. Если копать, это долго. Но если не копать, могу копать, могу не копать. И поэтому... В основном. Так. Как вас зовут последний? Владимир. Владимир, я и Роспад. Если вы сядете, то вам будет намного лучше энергии. Я бы менять позу. Но это так, потому что по-разному будет. Хорошо. Просто если вы лежите, а не включается то, что нужно. У меня никак не включается, честно. Хорошо. Нет. Это здорово. Нет. Я поэтому против медитации, потому что все что-то сидят, а я думаю, ну где же, вот как это? Нет, нет. Мы сейчас не медитацию делаем, сейчас уже работаем. Когда мы сидели, да, вот это медитацию, я не понимаю, как это. Видите, что ты говоришь, я не понимаю, а это то, что нужно чувствовать. Вот не чувствую. Не чувствую, да. Не чувствую, я не понимаю. Так, что у вас? Вы сказали, да? Что у вас? Обиды на сына. На сына. Окей. Вы, пожалуйста, сделайте себе пометочку. Давайте я с каждым дам вопрос, который я потом буду вам ответить. Итак, вы задали вопрос, почему я не богат? Так? Почему я не умею зарабатывать? Почему я не умею зарабатывать? Ну, не умею зарабатывать. Об умении, да. Хорошо. Поставьте себе, пожалуйста, поставьте себе вопрос, который вы мне потом зададите. Напомните. Это коридор, коридор моего зарабатывания денег. А у вас обида на маму, да? Обида на маму. Вы, пожалуйста, себе запишите. Друзья, у кого есть возможность, записывайте, потому что будем очень много, хорошо когда записывайте, материализуются ваши вопросы. Если вы не записываете в уме, оно выветривается. Эффект очень маленький. Как только я первый подумал, озвучил, материализация пошла. Записал, еще дольше, материализация пошла. Что-то слепил, еще больше. Окей? Даже к цели результуются наши. Итак, у вас обида на маму, окей? Да. Задайте мне вопрос, запишите, пожалуйста. И все, у кого такой вопрос. Почему у меня такие родители? За что мне такие родители? Окей? Это вопрос, который мне зададите. У вас тоже самое. У вас что? Показатели того, что я простила человека. Какие показатели того, что вы простили человека? У вас? Обида на родителей и на мужа. Ну, свекровь. Отлично. Значит, за что мне такие родители? И за что мне такой муж? Для чего мне такой муж? Окей? Сын. Сын. Мой учитель, да? Напишите сын. Сын, мой учитель. Окей? Да. Чему он хочет меня научить? Таня, у вас? Ну, у меня скорее как-то обида на себя. На себя? На себя. Сформулируйте, пожалуйста. Вы себя не принимаете? Вы себя не любите? Даже так. Я вот не пойму почему. Я сейчас живу в однокоматной квартире с дочерью. Сейчас предложили ситуацию, что ко мне въехал мой сын в мою однокоматную квартиру с дочерью, с собакой. И еще как бы со своим нажатым там за... Почему? Да. Пишите мой вопрос. И я не могу им отказать, да? Во всех. И я не могу им отказать? Нет, он ненадолго выехал. Он второй едет в Америку, скорее всего. Но просто у меня вот так вот как бы все в коробках. И я не могу найти выход, куда это все деть. Вот в квартире. Вот в за комнату я сейчас вот так вот. Так. И в чем у вас... Какая у вас обида? Ну что я не могу придумать вот как. Да как-то работаете. Как выйдете за ситуацией? Да, как выйдете из этой ситуации? Мы не можем... Должить. Мы не можем... Запишите, пожалуйста, себе запрос на сессию наше будет такая, а у вас запрос будет такой. И то, что в паре, наверное, просто я с граблями бегаю, каждый раз. Сейчас, сейчас, сейчас. Запрос вам на сессию будет следующий. Как научиться управлять ситуацией? Вы не управляете? Вы подавляете себе, а потом страдаете. Сами себе давите. У вас? У вас дочери тоже? У вас тоже есть запрос? Есть какой запрос? Ну, она стесняется. Окей. Не стесняйтесь. С родителями обида на маму. Хорошо. Обида на маму? Есть у вас? Обида на маму? Есть? Чем раньше... Смотрите, вам очень повезло. В такой маленьком возрасте, можете сейчас разобраться с проблемами, которые люди разбираются, уже будучи взрослыми. Чем раньше вы ее решите, тем вам будет легче жить дальше. Сорняк, который упал сегодня, если я его не выкопаю, он будет большейшие корни, чем дальше, тем лучше. Окей? У меня, наверное, больше, как мне простить людей, которые не просят прощения. Вот я бы, например, хотела бы их простить. Я, может быть, их и прощала, но, может, и не до конца. Как простить людей, которые не прощают? Не просят прощения. Да, моё эго. 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 И чему эти люди хотят мне научить? Моё эго. Моё эго. Моё эго. Алла… Моё эго. Скороче себя. Да, самоездка. Обида на себя? А где и обида? Обида на себя, сомнений много. Я весы. Понятно? Бида не. Ничего я с крабионом тоже самое. Хорю. Охот. Чтобы вы хотели, чтобы обида прошла? да как принимать свои ошибки нет нет вот принимать ошибки как принимать ошибки и как чтобы обидно прошла на то есть мы говорим о вот мы сейчас говорим здесь только после кого-то другого как бы это немножко за пределом концентрации по поводу я думаю что вы услышите она на вас найдет вам поможет через то когда мы будем проходить когда будем проходить что все я есть первым причинам всего и то что имеет для чего мне это дано да вот это коррекция смотрите потому что мы здесь раз и все у нас общее мы работаем на общее пространство то что он говорит может быть отрождается у вас даже на подсознание сковорит ваши проблемы коррекция ошибки самоедство по поводу своих ошибок как прости себя правильно попросить себя да как просить себя как как заниматься я бы знаете как принимать правильное решение вот правильно это за пределами этого мужчины именно прощения одну эту тему можно обсудить на следующий раз сейчас мы именно о том что сконстрировано как прощать как простить прощать прощать себя не знаю что мы это раскроем я сейчас буду сцениваться мы посмотрим может быть на себя примите этому что подойдет но сейчас с точки зрения да как прощать других окей так значит те кто были на первой части пожалуйста расскажите озвучьте пожалуйста как мы прощаем кого-то как бы после прощения у кого-то мы осознаем вот прям по шагам скрыть и как бы как мы вас вызвать что вы все услышали я когда вы озвучивали как-то я так не для себя как-то ничего пропустила наверно в общем первый шаг это осознание по идее осознание того что ну я совершила и нужно ну в общем первое осознание да осознание 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 то что я делаю что-то я виновата я что-то делаю не так и следовательно я вот потом раскаяние раскаяние в том что я содеял затем уже непосредственно я для себя написала это прощение третий шаг у меня почему-то идет прощение не беру на себя обязательства как я потом уже прощение да мы все-таки прощение да но прощение конкретно за что-то если допустим мы делаем с мужчиной за что я конкретно сделала не да 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 если же ну в принципе хотя и всем слышно ребят женщине можно это не указывать да просто ей озвучивать допустим нет очень всем конкретно говори женщина начинаешь чувств а потом говоришь конкретику а мужчине наоборот а комрета сначала конкретно я чувствовал конкретно что я допустим я не приготовила тебе уже не не только обычное есть все просто я извини а то что я конкретно не сделали что сделала дальше затем беру на себя обязательства то есть я обещаю и не держу сзади обещаю и но обещаю раз целью выполнить да поэтому беру на себя обязательств это значит что я предлагаю ему гарантии какие-то дают если я этого не сделаю дорогой если я не стараюсь так и чтобы потратил себе на очередную удочку или там еще что то чтобы это было весомо либо превалировала на тем что я ему очередной раз например ну а что поделать из этой эпохи а потом вот это вот гарантия до гарантия с компенсацией компенсация чтобы она превалировала над тем что я обещаю что я себе дорогой завтра накормлю на самом деле опять не накормлю и опять возле не я осознала но чтобы этого не было нужно да нужно давать и следующее как вы назвали замазывание вот я немножко не поняла а это и есть это компенсация называют да ты не поставил там 100 тысяч елок значит ты мне их должен поставить и в качестве сверху еще ты мне что-то даешь хорошее чтобы я простил тебя так ну уважил меня ублажил меня вот это я и написал для себя компенсация хорошо что вы можете добавить что-то в принципе только единственное что могу добавить что это самоприятными правилами делать нет головы я осердствую с раскаянием например если я осознал свою вину а не просто отголочке для человека высказал свою претензию претензию я не от ума говорю поскольку прощение это сердечная часть я ее прошу не от ума а вот сердце хочу потому что мы это очень долго к этому шли час до или полтора сколько вы там это рожали так друзья замечательно супер все вошли все пошли в тему до кусочек потом интересно будет послушайте видео посмотрите видео просто так сейчас я мы ставим себе позицию человека который имеет обиду я вижу перед собой человека который мне сделал проблему которую я сильно обижен и прежде чем я буду вот с ним общаться и начинать его прощать я должен осознать некоторые вещи вещи которые сейчас вы говорите называют духовным коучингом если кто-то из вас атеист это будет сложно понять но если вы попробуете просто принять просто принять и попробовать как она будет работать на веру да на веру когда математики объясняют форму учитель там вот теорема решение проблемы такая такая ты нибудь бесса не понимаешь это формуле да ну он говорит вот попробуй и будешь будет решаться проблема вашего задачи будут решаться ты берешь и действует да и смотришь она получается если нет тогда делаю это либо я что-то не так делаю либо эта формула не так в этом случае я предлагаю таким взять и на веру сначала возьмите потом смотрю как она будет работать а теория следующая теория того что все что мы не имеем сегодня все что мы имеем сегодня это следствие нашей деятельности это очень наследственная связь все что я имею хорошее нехорошее это большими буквами прямо вот себя делайте на так я громко говорю что вы отпечатали себе в голове что когда я пришел к этому осознание пять лет назад я просто был вау я расскажу вам историю с вами интересно какая у меня была да я просто вау очуметь просто до этого я мутился вот а был такой такой вот обидой ходил да и и не потерялся этого управления я ж мужик это одно либо сюда вас слышали куда я расскажу потом итак я осознаю что все что я имею это следствие причина следственная связь это причина следственная связь моей деятельности предыдущей жизни и сегодняшней жизни и я пришел в это тело в это тело для чего чтобы отработать свои долги у нас есть своя миссия мы приходим сюда с определенной задачей для того чтобы ее решить как можно определить какая моя миссия вкратце для этого есть гороскопы есть джотиш такая наука ведительская джотиш где конкретно по твоему времени место обстоятельства рождения вставляется подробная натальная карта если вам интересно присажив то есть натальная карта который вставляется где конкретно говорится что я должен делать как я должен делать и куда я должен это один из вариантов также есть у нас понимание такое как есть класс у вас рабочих бизнесменов ученых ученых браманов священников и управленцев воинов то есть мы также смотрим по по линии отца по линии отца отец папа да мужской род про какой-то помощь по мужчине кем был твой папа дедушка и ты должен быть не ниже этого уровня это в плане твоего назначения итак я прихожу сюда с миссии еще хочу вам сказать такое может для вас новость потому что многие знаете что время пребывания здесь здесь в этом теле заранее определяется сколько будем здесь нам беспокоиться не надо нам нужно беспокоиться о качестве жизни почему потому что такая как я говорю если аквалангист аквалангист который падает под землю и под это под воду уходит и имеет болото на на два часа например вот так же мы приходим насквозь парана определяется количеством права сводный выбор человек и вопрос можно изменить продолжительность жизни за счет чего определяется причинам прав на полон кислородным то есть если я медленно дышу как йоги до замедляют дыхание я нахожусь дольше если дышу быстро соответственно я быстрее покидаю это тело и за это время пока нахожусь я должен решить свою задачу моя надо исходя из того что у меня есть монетальная карта где у меня написано сказано что вот скажем вот я пойду ты родишься в такой у нас есть список задач которые нам нужно решить допустим мне нужно отработать терпение ответственность смирение научиться деньги зарабатывать да или научиться ухаживать за кем-то мне дается там больные дети или там родители за которыми я должен буду там 20 лет ухаживать или супруг мой супруга инвалиды и так далее это все мои уроки для того чтобы я научился этому качеству просто жизни как бы но мне этого не хватало это какая идея какая пребывание души в этом теле получить максимальный опыт максимальный опыт который очистит нас от земных привязок от нашего эго от наших механических наших материальных привязок и освободившись этого всего уйти в духовный мир если кому-то что-то непонятно просто слушайте попробуйте это так почувствовать да потом может и наляжет может нет и я делюсь с вами теми знаниями которые мне пришли через ведискую петруча сбуру которую я скажу что моя жизнь сильно поменялась очень сильно мне помогло осознанное отношение к тому кто я что я для чего я здесь я как душа осознавание того что я просто душа это тело это временная оболочка это временная машина которая нужна для того чтобы решить определенные задачи я здесь для решения задач не для наслаждения здесь не рай мы находимся вы знаете нашли на седьмом уровне 14 уровне матери материального мира только ограничена зона между адским планетами райскими здесь не самое лучшее место здесь не самое лучшее место поэтому здесь тюрьма по большому счету и мысли для того чтобы научиться отработать свои долги прежде всего и привести новый опыт и конечная максимальная задача избавиться от материальных привязок через духовное развитие через принятие господа одна я называю три основные наши назначения которые мы должны идти это первое соответствие назначение исполнять с нашим телом и полом мужчина женщина человек второе это кармическое назначение это я должен быть доктором и бизнесменом или этом должен быть учителем и так далее фермером тема должна моя кармическая задача которая включает я должен там научиться терпению смирению ухаживать за кем-то это все мои вот кармические задачки которые меня очищают которые меня облегчают и делают меня более чистым и теперь исходя из этого поскольку мне создается эта программа исходя из моей любви ко мне вселенная господь мне дает шанс снова и снова миллиарды или перевоплощение в разных телах для того чтобы я учился опыт дает мне это из-за любви я грешный я постоянно делал какие-то проблемы но мне снова и снова дает снова снова шанс делаешь как ты хочешь все в твоих руках ты господь чтобы помнить да про гордыню почему грибе немножко раньше что только гордыня причем самый тяжкий грех во всех религиях грех гордыня что не дает мне возможности развиваться я сюда пришел для того чтобы учиться получать опыт а если у меня гордыня то изначально по дефолту мне же учиться не надо я все знаю мне все классно я самый-самый лучший то какое смысл пребывания в этом теле потому считается самый тяжкий грех даже не не убийца да какие-то голые тяжкие всего лишь гордыня это самая самая нет до самого нет гордыня это группа что учиться вторая задача первое согласно своему телу отработки вторая согласно да кармическое третье это развить дух развиться любовь господу максим развить любовь развит себе состояние любви всеобщей любви безусловной любви стояние безусловной любви ко всему что находится начиная от маленькой букашечки до человечка и господа естественно что господь по всем у нас есть любовь когда мы есть такое мудро мудро-ведическое на вас